Большое спасибо. Уважаемые присутствующие, знаете, последние дни я не знаю, как правильно всех приветствовать. Потому что я не могу произносить «доброе утро» или говорить «добрый день» или «добрый вечер». Не могу, это действительно так, потому что ежедневно для кого-то этот день точно не добрый. Ежедневно для кого-то этот вечер – последний. Я очень рад, что то, что я сегодня здесь увидел и то, что слышал, меня радует это настроение. Такое объединяющее. Я очень рад, что сегодня мы объединили всех вас, страны Европейского Союза. Но я не знал, какова будет цена. И это трагедия для меня, и трагедия для каждого украинца. Трагедия для нашей страны. Столь высока цена. Очень высокая цена. Тысячи погибших людей. Две революции. Одна война. И пять дней полномасштабного вторжения Российской Федерации. Вы знаете, я не говорю, не читаю с бумажки, потому что бумажки в жизни моей страны закончились. Все это реальность. Эти погибшие люди. Все это настоящая жизнь. И вы знаете, я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, просто за желание быть равными. Такими же, как вы, как каждый человек, мы отдаем наших лучших людей. Самых крепких, самых сильных украинцев. Великолепных. Мы очень часто любим говорить, что мы все победим. И я очень рад, что уже вы об этом не только говорите, а видите воочию. И мы точно все победим. Я в этом уверен. Есть такое выражение. Украинский выбор Европы. То, к чему мы стремились, к чему шли и идем. И я бы очень хотел, чтобы сегодня он уже звучал и от вас там к нам. Выбор Европой Украины. У меня есть всего пару минут пообщаться с вами. Потому что имеют место небольшие обстрелы, ракетные удары. Это утро было трагичным для всех нас. Две крылатые ракеты по Харькову. Это город на границе с Российской Федерацией. Там всегда было очень много русских. Они всегда дружили. Были очень теплые отношения. Там больше 20 вузов. Это был и есть центр с наибольшим количеством университетов в нашей стране. Площадь свободы. И это самая большая площадь Европы. Это и вправду площадь свободы. Представьте себе, с утра две крылатые ракеты в площадь свободы. Десятки жертв. Такова цена свободы. Мы боремся просто за свою землю и свою свободу. И поверьте мне, невзирая на то, что сейчас заблокированы все крупные города нашего государства, никто в нашу свободу и в нашу державу не зайдет. Поверьте мне, каждая площадь сегодняшнего дня, как бы она ни называлась, будет называться площадью свободы. В каждом городе нашей страны. Нас никто не сломит. Мы сильные. Мы украинцы. Мы хотим, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно. Вчера 16 детей погибло. И снова президент Путин скажет, что это какая-то операция, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети? На каких военных заводах они работают? На каких ракетах? Может, они в танках ездят? 16 детей ты убил. Мы очень мотивированный народ. Очень. Мы боремся за наши права, за свободу и жизнь. И сейчас мы боремся за выживание. И это наша главная мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что сегодня мы все показываем, что мы такими и есть. С нами ЕС точно будет крепче. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу. Доказали, что мы, как минимум, такие же, как и вы. Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы и впрямь европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а свет тьму. Слава Украине!